Творение святого Ефрема Сирина Том 4, страница 198 Просили у него хлеба в пустыне, Изобильно насытил их. Не было там пекущего хлеба, Не было готового хлеба. Но он повелел, и во мгновение ока Тысячи насытил хлебом. Как близний и домашний Обходится он со всяким, Кто взывает к нему И умоляет об очищении от грехов. И он, как благий, всем отпускает грехи. До преизбытка богата его сокровищница, И богатство сие разделяет он бедным. Всякий просящий, чего бы ни хотел, Получает из богатой сокровищницы его. Ибо отовсюду окружены мы Милосердьем и щедротами его. Звал Симон его на вечере, Побуждаемый любовью Иисус, Пошел с фарисеем. Там умоляла его грешница И получила от него прощение. Щедротами своими И сгладил ее грехи, И любовью своей омыл ее скверны. Потом повелел апостолам своим, Сделанное ею, Придать письменам память о ней. Грешница эта, братья мои, Служила сетью для мужчин, И бесстыдными своими поступками Уловляла их в сеть свою. Она была зеркалом для распутных, Чтобы развращать их своей красотой. Служила некому дьяволу луком, Из которого бросал он стрелы свои. Из-за чей этой блудной жены Дождил он стрелы рожения И похоти на сладострастных Истерлюбодеев, Чтобы истребить их сокровища. Эта была хищница, И своей красотой брала в плен невоздержных. Как безумные ходили они за непотребной, Блуждали по следам ее. Юноши, увлекаемые красотой, Ее забывали домы свои, И она своими взорами и мановения И о моче ввергала их в пагубу. Как ненавистница чистоты Восхваляла она с удострасти, И непотребством своим Дерзко посмевалась над законом. Многие дни провела она в блуде, И своим непотребством и суетностью Доведена до безумия Вместе с нечестивыми. Как придорожный вор Сидела она на распутьях И красотой своей уловляла В погибель занимающихся куплею. Прелестями своими Производила несогласие Раздор между женами, Разлучала мужей и жен, И от домашних ссор Пустили до мы супружниц. С юности предалась она Непотребным делам, Бессынное пиршество Приготовляла мужам И оскверняла дом Своей любодейством. Семь бесов, Любители непотребству, Сопровождали ее. Уловляла она Мимоходящих юношей, Чтобы довести их до безумия. Стала жилищем прелюбодейства, Виталищем порока, Дерзкое лукавство Почивало в ней И делало ее Недоступной для упреков. Поработившись непотребству, Презирала она Чистую свободу, По сладострастию Оставила стыд И целомудрие, И проводила дни Свои в бесстыдном распутстве. Лукавый Лукавый Соделал ее Домом греха В Иудее, И стала она Как бы зеркалом Для любителей непотребства. Все Оставила она Родных, Родителей, Братьев, Чистоту, Целомудрие И Нескверное Супружество. В развращении Своем Любила только Общество Любодеев, Чистые же Супружеские Узы Презирала. А это Эта грешница, Которая По своему Разврату Была Сетью Для Снадострастных, Простирает Сеть Свою Господь, Пришедший Взыскать Погибших, Чтобы Уловить Голубицу, Гонимую Хищными Ястребами. Милосердный Ловец Как гость Пришел В дом К Симону, Который Приготовил Ему Вечерю, Чтобы У него Сидел Он Гнездо И Возвеселился. И тогда Милосердный Ловец Начал Приманивать В гнездо Свою Голубицу, Побуждал Ее Приблизиться К нему И просить У него Помилования. Щедроты Свои Послал Ловец Уловить Одечавшую Голубицу, Которая Скрылась Из Запитаемых Мест И Отлетела В Безлюдную Пустыню. Поспешил Милосердный Разложить Сеть Свою, Преградил Этой Бедной Все Любовью, Чтобы Не Ходила Более С Любодеями. Расставил Ловец Стенета Своей И Распростер И Пред Обезумевшую. Скоро Подкралась Она Вошла И По Простоте Воли Своей Уловлена Эта Дикая Голубица. Дыхание Жизни Нашего Господа Послужило Для Нее Приманкой И Оскверненную Грешницу Вовлекло В Сети Божества. Слышала Она Молву Об Иисусе, Которая Распространялась Сперед Ней Как Приманка И Как Скоро Вкусила Ее Воспоменилась Любовью К Иисусу И Пришла К Нему. Слышала Она, Что Господь Наш С сердоболием Прощает Грехи И С поспешностью Притекла К Нему Потому Что Имела Нужду В Прощении. Порок И Грех Подстерегли И Подобно Льву Истерзали Ее Но Как Скоро Заметила Она Раны Свои Притекла К Врачу К Иисусу Наилучшему Врачу И Исцеляющему Греховную Язву Притекла Грешница Умолять О щедротах Чтобы Перевязала И Исцелил Язвы Ее Как Лютые Разбойники Избили Изранили Обнажили Ее И Поругались Над Нею Беззакония И Грехи Многочисленны Были Язвы Ее Пороки Скверны Непотребства И грехи Сокрушили Ее Поэтому С любовью И сокрушением Заливаясь Слезами Немедля Восстала Она И пошла Умолять Величайшего Из врачей О помиловании Благоразумно Эта женщина Взяла С собой Дорогое Мира Восстала И пошла В дом Симонов К искупителю Тварей Не Устудилось При вступлении Своем Ни множество Гостей Ни Симона Который Укорял ее Говоря Ей Не Осмеливайся Подходить К святому Мой гость Великий муж И Тебе Невозможно Допустить К нему Но Не побоялась И не Постудилась Она Возлежащих С ним Потому Что Сострадательному Врачу Всякий Без Случения Открывает Недуги Свои Показала Гнойные Свои Свой Струг Принесла Вместо Вместе Кадила Исповедание Воскурила Его Слезами И Воздыхания Чтобы Издавала Оно Приятное Благоухание Сама Себя Соделала На Священодействующую И ее Курение Благоухание Проникло Во В сетилище И Истинного Первосвященника Подвигло К помилованию Сокрушением Обнаружила Она Желание Своё Умилости Ведь Его Позади Иисуса Стояла Виновная Грешница И Сокрушением Воздыхания Любовью Слезами Отчей Своих Просила Дозволение Приблизиться К Нему И Получить От Него Оставление Всех Долгов Своих Сокрушением Говорила Бедная Прощающему Вины И Прегрешения Пришедшему Взыскать Погибших Прося И умоляя Умилостивиться И оставить Ей Долги Знаю И И Исповедаю Господи Что щедроты Не Спаслали Тебя К Нашему Роду По Изволению Своему Пришел Ты На Землю И Посетил Грешников Чтобы По Милосердию Своему Снова Возвать Их К Жизни И По Щедротам Своим Очистить Их На Мне Которые Так Бедствую Покажи Господи Милость Твои Щедроты Твои Потому Что Имею В них Нужду Неправда И Лукавство Сокрушили Меня Моим Примером Пусть Ободрятся Грешники Имеющие Нужду В Оставлении Грехов Гнойный Струп Неправ Раскрылся У Меня И Множество Всяких Нечистот Покрыло Меня Исцели Меня Величайший Из Врачей Умоляю Тебя Лукавой По Злокозности Своей Поставил Мне Скрытые Сети И Уловил Меня Ими Расторгни Их Чтобы Могла Я Освободиться Из Них Желаю Стать Твоим Достоянием Причисли Меня Господи Ковцам Стада Твоего И Не Удаляй От Пребывания Со Мною Да Не Хвалится Мой Гонитель Ежедневно Расставляющий Мне Сети Печальная Обремененная Грехами Зима Прекрасная Ветхи Мои Лишила Плодов Их Дай Благи Господи Чтобы Снова Принесла Я цветы Как Весною Как Крепкий Сполин Войди В Бедную Болящую Душу Мою Сметенную Лютыми Страстями И Изгнав Их Освободи Меня Давно Уже Господи Наш Стала Я Нивою Поросшей Беззакониями И Грехами И Истребив Плевелы На Ниве Твоей Святой Земледетель Сатана Наложил На Меня Ермо Свою И Тяжкую Несу Освободи Меня Истинно Благи Господи И Позволь Мне Стать Твоим Достоянием Похититель Взял И Увлек Меня И Жила Я У Него В Дебрях Ты Великий Спаситель Пришедший В мир Допусти Меня В Твердыню Твою И Укрой В ней Мир Это Море Унес Меня На Волнах Своих Чтобы Не Зринуть В Погибель Ты Господи Пристань Жизни Спаси Меня От Потопления Все Я Умоляющие Слова Произнесла Кающиеся И Милосердный Господь Оставил Ей Долгие И Грехи Ее Были Вопли И Слезы Его Щедроты И Милость Слезами Своими Омочала Она Ноги Его И Волосами Своими Отирала Их Миром Помазала Члены Его И Вознеслось Приятное Благоухание Любви Ее Воздымалось Воздымилось Скодило Покаяние Ее И Возвеселила Заимодавца Видела Она Что Грехи Сделали Ее Ненавистною Исполненную Пороков Искверн Потому Старалась Бедно И спросить У Него Избавление От Своей Растленности Господь Наш Был Для Нее Зерцалом Котором Увидела Себя Покрытой Нефистотами Пятнами Язвами Узнала О Себе Что Объята Она Тьмой И Вся Болезнует Как Скоро Озарилась Душа Ее И Узнала Она Какое Есть Вращество Для Язв Ее Точно Сбежала Тьмы И Пришла К Свету К Иисусу Немерцающему Свету Пришла Грешница Погруженная Во Тьму При Взгляде На Себя Приведена Она В ужас Гнусностью Одеяния Своего Если Бы Кающийся Грешник После Греха Не То Не Допустил Бы Его Снова В Душу Свою Когда Она Уже Очищена Но Увы Слишком Скоро Забывает Он Что Сделал Перед Глазами У него Тьма Заблуждения И Не Примечает Сего Потому Что Соделанный Грех Ослепил И Лишил Зрения Глаза Его И Не Веет Он Совершенно Им Неправды Посему Даруй Господи Душе Чтобы Не Забывала Она Грехов Своих И Чтобы Смерть Не Влады Цистовала Над Нею Через Обольщение Похоти Входит В душу Заблуждения И Смущает Ее Отчего Забывает Она Грехи Свои И Неприметно Увлекается В Новые Пороки И Таким Образом По Забвении Дел Своих Подвергается Страданиям И Скорби Торгается Смерть И Простирает Над Нею Покров Тьмы Чтобы Душа Не Могла Ничего Видеть Коварно Облекает Ее Своей Сим Покровом И Потом Во мраке Представляет Ей Грех Чтобы Душа Привязалась К Нему И Утратила От Того Велищественную Красоту Свою Вливает В нее Горькое Уныние И Тем Гонит От Нее В Покой И Чистоту А Как Скоро Приведена Душа В Смущение Грешит Сама Того Не Примечая И Во В Этой Тьме Заблуждение Кружится Она Как Оцепеневшая И В Этом Оцепенении Теряет Стизю Добродетелей По Собственной Вине Покрывшей С Душа Блуждает Во Грехах Не Зная Того Что Делает Не Примечает Окружающей Ее Тьмы И Не Разумеет Дел Своих Но Как Скоро Коснется Ее Луть В Все Оживляющей Благодати Душа Приходит В Ужас Припоминает Что Ею Сделано И Возвращается С Опасной Стизи От Злых Своих Дел Тогда Видит Душа Неправды Свои Познает Гнусность Покрывающих Ее Нечистот Страхи Трепети Бежит Из Тьмы И Притекает К Милосердию Матери Покаяния Девица Душа 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 Самой Себе Ужасается Дел Своих Потому Что Обманутая Лукавым Делала Все Лукавое С Великой Скорби Воздыхает Она Жалобно Сетует Проливая Потоки Слез И Умоляет Чтобы Можно Ей Было Добрыми Делами Возвратиться В Прежнее Своё Состояние Спешит Туда Откуда Пришла И Прибегает К Покаянию Сильным Желанием Возвратить Себе Прежнюю Красоту Которая Утрачена И Которую Погубила Она Своими Непотребствами И Делами Порочными Чувствует Она Как Велики Язвы Её И Размышляет Об Учиненных Ею Беззакониях И Отсюда Рождается Воздыхание Мучение И Горькие Страдания Льются Слёзы Из очей Её Об Утраченной Красоте Многочисленные Гнойные Струпы Её И Поскольку Видит Она Великую Гнусность Свою То Бежит От Ни Е И Ищет Защиту И Всеседрые Благодати Поэтому То Возлюбленные Господь Наш Говорит Блаженны Плачущие Если Грешник Не Видит Своих Беззаконий То И Не Плачет О Них Но Если Видит Грешник Грехи Свои И Беззакония Свои То С Воплем Плачет И Воздыхает О Прегрешениях Своих Поэтому Плакала И Блудница Его Увидела Множество Язв Своих Одиралась Душа Её И Познала Бедное Что Ею Сделано Объяло Её Сокрушение И Слёзы Полились Из-за Чей Её Солнце Правды Иисус Врач Всех Болезней Открылся Перед Ней И Просветились Очи Её Ослеплённые Тьмою Христос Показал Ей Что Погрузилась Она Во Тьму И На Распутиях Опуталась Сетями Проник Свет Во Тьму Бедной Грешницы Которая Была Омрачена И Увидела Она Свет То есть Христа И С любовью Обратилась К Нему Сияние Невидимого Отца Воссияло Для Омрачённой И Озарило Очи Скорбящие И Погрязшие Во Тьме Тогда При сиянии Светлых Лучей Его Приблизилась И Пришла Она К Нему Чтобы Рассмотреть Его И Озариться Светозарными Лучами Его Душа Ее Узрела Образ Славы Его Великий Славный Свет И Получила От Него Блистательность Великолепие И Озарение Очистилась От Тьмы И Обольщений Противника Увидела Она Как Осквернённая Мрачёна Пороками И Пролила Слёзы Из Очей Своих Пред Врачом Чтобы Уврачевал Он Гнойный Струп Её Открыла Ему Болезненные Язвы Свои И Соделанные Ею Беззакония В И В Благоухани Драгоценного Беззакония Дозволила Ей Об Беззакония 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 Ей Нужно Было Родить С Рождением Крещения И Потому Пролила Она Слёзы И Смешала Их С Дорогим Миром Преклонила Она Главу Свою К ногам Его Омыла Их Слезами И Отерла Волосами Своими Чтобы Получить Оставление Грехов Потому Что Через Это Как Через Крещение Получила Освещение От Нашего Господа Во Второй Раз Зачатого Чревеси Я Грешница Чтобы Через Новое Рождение Украсить Все Духовно И При Этом Возрождении В Воде Приобрела Она Очищение Изглаждение И Оставление Грехов Когда Господь Наш Это Морящий Дрот Возлежал На Вечере Грешница Коснулась Ног Его И Он Омыл И Очистил Ее Крещением Из Святых Вод Крещения Вышла Она Когда Нечистот И Ее Омыл Господь Наш Это Море Щедрот Перед Обилием Вод Поверглась Скающаяся И Они Излили На Нее Потоки Щедрот Чтобы Исцелилась Она От Грехов Своих К Животворному Огню Который Прикровен Был Плоти И Воспламенял Мир Приблизилась Она Телом Своим От Сего И Сама Воспылала Огнем И Потреблены В ней Тернии Грехов В Печь Милосердия Вверг Ее Художник Тварей Расплавил И Просветлил Там Как Чистое Золото И Сделалась Она Блистающей Подобно Золоту Чтобы Стать Украшением Царского Чертога Господь Своими И Пригласившими Его Парисеями А Любовь Его Возбуждает Грешницу Приблизи Сто К Нему На Вечере Алчит Он Оставление Грехов И Жаждет Отпущения Долгов Потому Что Щедроты С Неразлучны И Не Желает Он Нашей Погибели И На Эт Вечере У Симона Достиг Он Чего Желал Пригласивши Его Как Пророка Звали Его Вкусить С ними Хлеб И Не Разумели Что Он Сын Божий А Он Как И Отец Имеет Власть Отпущать Все Грехи Милосердному Господу Разрешители Всех Долгов Слезы И Горькие Воздыхания Блудницы Были Гораздо Приятнее Вечере Какую Фарисей Симон Приготовил Для Него В Доме Своем Капли Слез Пролитых Грешницей Были Для Него Лучше Всякого Питья Какое Предлагалось На Вечере Вздохи Какие Услышал Он В дому Симоновым И Слезы Истекшие Из Очей У Блудницы Стали Для Него Вожделения Приготовленного Ему Пиршества Симон Учредил Вечеру Питателя Целого Мира Который Велением Творческой Силы Своей Дает Пищу Сей Твари Возлежащие Обращают Братья Взоры К Яствам Стих Недям Какие Предложены На Трапезе И Услаждают Всех Возлежащих Но Господь Наш Внимает Воздыханием И Мольбам Какие Тихо Произносятся Усами Грешницы Желавшие Получить Прощение Грехов Каждый Из Возлежащих С нетерпением Ожидает Когда Дойдет До него Чаша Из которой Был Мог Он Усладиться И По Вкушении Стать Благодушным Веселым И Радостным Расположенным Развеселить И Других Но Иисусу Питьем Были Глазы Воздыхания И Скорби Сторгавшейся Изу Виновной Грешницы Другие Возлежав С удовольствием Наслаждаются Ясно Никакие Предлагал Симон Господь Женаш Радуется Окающихся Которые Вожделенны Для него Всего Приятнее Для него Обращение Грешников Взывающих К нему Поэтому То Вожделенен Был Для него И голос Грешницы Пришедшей К нему Почему Господь Наш Хотя Вкушал Хлеб Вместе С Возлежащими Но с любовью Устремлял Око Свое На Жену Грешницу Ибо Сильно Алтал Чтобы Приблизилась Она К нему С молитвой И молением Как Скоро Фарисей Симон Возлежавший С Иисусом Приметил Что Беседует Он С блудницей Тотчас Начал Презирать Его И Почитать Неведущим Неведущим Признавал Он Того Кому Известно Все Сокровенное Испытующего Сердца И утробы Всех Людей Симон Присислил К неведущим Потому Что Увидел Его Беседующим С блудницей В невежестве Восставал Симон Против Того Кому Известны Все Тайны И думал Сам Себе Что Иисус Не знает Сокровенного Вовсе Неведущий Таин Сомневался Всеведущим Если Бы Этот Был Пророк То Знал Б Кто Прикасается К нему Симон Знал Что Блудница Исполнена Скверн А Поскольку Грешница Осмелилась Прикоснуться К нашему Господу То И Почел Его Засие Неведущим Так Рассуждал Симон В уме Своем Если Бы Знал Он Что Это Блудница То Оскверненной Грешнице Не Дозволил Бы Приблизиться К себе Если Бы Имел Он Ведение Объемлющее Все Тайны То Укорил Бы И Отогнал От себя Эту Оскверненную Женщину Чтобы Не Прикасалась Она К нему И Не Сквернила Чистого Пророческого Тела Если Бы Ведал Он Тайны И Пророческие Откровения То Разумел Бы И Увидел Все Ее Нечистоты И Преступления Известны Были Бы Ему И Гнусность И Многочисленность Пороков Ее Если Бы Око Его Проникало Во Все Тайны То Не Позволил Бы Он Прелюбодейся И Блудниц Лоб Зать Ноги Свои Поэтому Ясно Видно Что Он Не Ведущ И Не Пророк Как Говорил Я Прежде Ясно Видно Это Из Того Что Как Вижу Делает С Ним Блудница Не Гонит Ее Он Без Сомнения Потому Что Не Знает Какая Это Женщина Так Колебался Сомнениями Фарисей Симон И Разгоряченный Дух Его Не Знал Что И Подумать Велика Правда Была Вера Фарисеева Прежде Но Не Вполне Совершенно Потому Что Иисуса Именовал Он Только Пророком Твердо Веровал Симон Вначале Что Иисус Пророк Но Между Тем И Сомневался О нем Потому Что Имеющего Жизнь В себе Сына Божия Именовал Только Пророком От Этого Произошло Что Впоследствии Поколебало Его Сомнение О Ведении Иисусом Сокровенного Вначале Не знал Симон Должно Ли Господа Нашего Признавать Богом А Напоследок Не признавал Его Даже И Пророком Симон Когда Еще Высокого Был Мнение Об Иисусе Господа Пророков Именовал Пророком Но Поскольку Любовь Его Была Весьма Недостаточно То Дух Его Впал В Сомнение Если Бы С самого Начала Исповедовал Его В уме Сыном Божиим То И Впоследствии Не Именовал Его Пророком Господа Пророков Поэтому Вера В Симоне Не имела Твердого Основания Он Был Слаб И Немощен Для того Чтобы Иисуса Признать Истинным Сыном Божиим Потому Что Колебали Его Сомнение И В Недоумении Своем Рассуждал Он Если Бы Иисус Был Пророк То Ведал Бы Какова Сия Женщина Думал Я Что Он Пророк Но Он Не Ведает Сокровенного А Если Не Ведает Сокровенного То И Не Пророк Как Думал Я О Нем Господь Же Наш Премудро Отвечал Ему И Сказал Симон Имей Нечто Сказать Тебе Сузи Право Добрый Пастор Своей Любовью Привлекал К себе Прокаженного Симона Чтобы Когда Обретал Он Одну Овцу Не Погибла У него Другая Господь Наш Начинает Рассеивать Симоне Все Колеблющиеся Помыслы Соблазны Сомнения И Беспокойства Чтобы И он Обратился Вместе С Обращенной Грешницей Симон Отвечал И Сказал Учитель Скажи Что Угодно Тебе Так Добротой И Кротостью Доводил Господь Наш Симона Чтобы Сам Он Остудил Себя За Сомнение Своё Спасители Он Сердцеведец Сделал Судьё Симона Чтобы Сам Себя Он Обвинил И Остудил За Сомнение Об Истинном Ведущем Все Тайное И Явное Итак Господь Наш Начал Рассказывать Отложил Он Сомнение У Одного Займодавца Были Два Бедные Должника Один Должен Был Ему Пятьсот Динариев А другой Только Пятьдесят И Поскольку Не Было У Них Чем Заплатить Долг То Обоим Простил Долги Разорвал Их Рукописание И Не Потребовал У Них Своего Которому Из Должников Надлежит Более Возлюбить Заимодавца Тогда Симон Отвечал Первому Учитель Надлежит Более Любить И Чтить Заимодавца Потому Что Долг Его Был Многим Больше Нежели Долг Другого Любовь К Простившему Должна Соразмеряется С количеством Прощенного Долга Поэтому Первый Преимущественно Обязан Оказывать Почтение Благодарность Заимодавцу И Через Этот Приговор Симон Сам Того Не Зная Сделался Судьею В Неизвестном Для Него Деле Прича Имела Сокровенный Смысл Которого Не Разумел Симон Сперва Осудил Он Сына Божия Потом Когда Поставлен Судьею Возгордился Тем Что Произносит Приговор И Не Приметил Что Собственным Судом Своим Думая Осудить Других Осуждает Сам Себя Господь Сам Научил Судею Как Решить Предложенное Дело И Он Произнеся Правый Свой Приговор Осудил Сам Себя Симон Которого Господь Наш Поставил Судьей Стал Подсудимым И Произнес Суд На Себя Когда Думал Что Судит Других Поскольку Симон Величался Своим Знанием Предсеведущим То Предссем Обличен В неведении Он Приступил Вступил В тяжбу И Был Осужден Потерял Своё Дело Сам Того Не Зная Стал Судьёй И Осудил Сам Себя Даже И Не Приметив Этого Справедливый Дал Приговор И Знал В этом Деле Сколько Нужно Было Чтобы Осудить Самого Себя И Чтобы Не Превозноситься Уже Более Предсайноведцем Должниками Были Двое Из Бывших Присем Именно Он И Грешница Оба Должны Были Заимодавцы Грешница Пятьсот Динариев Он Пятьдесят Дело Предложено Было Симону И Он Решил И Собственным Своим Судом Признал Себя Виновным Проникающих Тайны Сердечные Сердцеведец Своей Тричью Симона Как Некогда Давида Собственным Судом Его Убедил Признать Себя Виновным Симон Также Был Осужден Когда Давид Подвернулся Ответственности Пророк Нафан И Давида Довел До того Что Должен Был Сам На Себя Произнести Осуждение Оба Симон И Давид Были Судимы По Сказанию Писания И Оба Были Судьями Собственных Своих Поступков И Сами Себя Осудили И Собственным Своим Судом Произнесли На Себя Осуждение Пророк Судил Царя А Господь Пророков Парисея И Оба По Исследовании Дела Осужден Собственным Своим Судом Грешница Обнимала Ноги У Господа И Симон Как Скоро Увидел Это Стал Порицать Ее Зато Но Премудро Осужден Господь Наш Ясно Показал Ему Что Любовь Грешницы Больше Нежели Его Любовь Ибо Господь Начал После Всего Объяснять Притчу Самым Делом И Показывать Симону Что Его Приговор Падает Не на Другого Кого А на Него Самого С Любовью Обратился Милосерный Господь Наш Грешница И Стал Говорить Симону О Кающейся Он Хотел Показать Возлежащим Великую Любовь Ее И Научить Их Во сколько Крат Любовь Ее Выше Фарисейства С Пригласившим Его На Вечерю Господь Наш Сказал Фарисею Взошел Я В дом К тебе Симон Но ты И ног Мне Не омыл А Эта Плакала Голосы Головы Своя Дала Мне Вместо Полотенца И Маслом Не помазал Ты Меня Симон Как Это Было Прилично Тебе Она Жа С Любовью Возвела На Меня Доброе И Дорогое Миро Не Обызал Ты Меня Симон Знак Любви Своей Ко Мне Чтобы Все Увидели И Уверились Для Чего Ты Учредил Все Это Сия Жа Бедная И Жалко И Не Переставала Обызать Мои Ноги Поэтому Твой Поступок Симон Гораздо Ниже Ее Поступка Она С Великой Любовью Сделала Для Меня Многое А Ты Приготовил Только Эту Вечерю Ты Предложил Мне Хлеб И Вино Она Предложила Мне Молитву Дорогое Мира И Слезы Очей Своих Ты Растворил Для Меня Вино Которое Впрочем Ни К Чему Не Годно Симон Она Ж С Любовью Облобызала Все Составы Ног Моих Скоро Гибющими Яствами И Снедями Доказал Ты Симон Любовь Свою Мне Ныне Перед Развежащими На Вечере Она Ж Во Глазе И И В Слезах Принесла Моление Своё И Ее Расположение Любовь Лучше Вечери Твоей Симон И Поскольку Так Много Возлюбила Она Что Отпускается Ей Долги И Грехи Ее Жена Грешная Исполненная Скверн И Нечистот Как Величественна Красота Твоя В Изумлении Сдираю На Тебя И Не Знаю Что Сказать О Достойное Соревнование Матерь Прежде Чревато И Неправдой И Пороком Но По Оставлении Грехов Достигшей Чистоты И Святости Долго Любила Она Пороки Которым Предана Была Но Напоследок Прославилась Своим Покаянием Как Апостол Своей Проповедью Нечистотами И Сквернами Была Она Покрыта По Причине Худых Дел Своих Но Иисус За Любовью Омыл И Очистил Е От Скверн И Сопом Своим Окропила Отер Грехи Е И Очистилась Она От Неправ Своих Зловонным Была Она Источником Из Которого Извивались Гнилые Воды Но Милосердие И Благость Изменили Е И Горькую Воду Сделали Сладкою Душа Е Мутна Была От Непотребства Какой Ежедневно Вдавалась Она Но Орел Христос Единым Взором Своим Сделала Е Кроткою Голубицею Нечистым Была Она Камнем О Которой Притекались Многие Но Теперь Положена На Основание Апостолов Волчицая Притекла Она К Верховному Пастырю Но Едва Возрела На Него Изменилась И Стала Овцою Стада Его Прежде Ненавидела Она Духовную Жизнь Потому Что Всякий День Покрывали Ее Беззаконие Но Христос Украсил Ее И Стала Она Царицею Прекрасных И Сию Женую Которая Проводила Жизнь Во Всех Возможных Худых Делах Прославляет Ныне Евангелие В своем Величественном И Приятном О ней Сказании Все Изменяющей Творческой Воле Своей Переменил И Волю Грешницы Чтобы Обратилась Она К покаянию Которым Очищается Всякий Обращающийся От Злых Дел И Сия Исполненная Нечистот Распленная Оскверненная И Вмещающая В себе Все Пороки Стала Образом Целого Мира Который Пришествием Сына Божия Иисуса Христа Спасителя Нашего Снова Соделался Прекрасным Чистым Избавлен От Скверн Миром Же И Слезами Которые Извела Она На Спасителя Твари Таинственно Предизобразила Чин Крещения Мира Когда Возвела Она На голову Спасителя Доброе И Дорогое Мира Тогда Благухание Его Распространилось По всему Дому И Привело В удивление Возлежащих Почему И Рассуждали О нем На Вечере Одни Ценили Его В 300 Другие В 200 Динариев И Присовокупляли Для Чего Трата Сия А В лжеце И Обманщике И Иуде Такая Цена Мира Возбудила Жадность Поскольку Был он Коростолюбец И Тач То Ценил Мира Еще Дороже Ему Нужно Было Ценить Выше Потому Что Собирал Золото Посему То И Сказал Для Чего Сия Трата Но Отчего Ж Благухание Мира Так Сильно Действовало На Возлежащих Корней Или Нечто Приправленное Благовонными Корнями И Оттого Происходила Вся Приятность И Крепость Благовония Чем И Какой Силой Оковало Оно Апостолов И Прочих Возлежащих И Они С удивлением Изумлением Говорили Для Чего Такая Трата От Того Древа Жизни Которое Посреди Рая Когда Возлито Было На Него Получило Оно Приятное И Сильное Благовухание На Иисуса Излилось Драгоценное Мир Грешницы И Поскольку Она Исповедала Его То От Спасителя Заимствовало Оно Своё Благовухание От Запаха Иисусовой Благовухание Мира Приобрело Большую Приятность И Крепость А Потому И Возлежащие При Благовухании Сей Драгоценной Вони Были Вне Себя От Изумления Целое Море Мира Нашего Господа Помазала Грешница Тогда И запах Приятного Мира И Сладостная Воня Иисусова Потекли И смешались Между Собою По причине Жесего Смешения И Мира Привело В изумление Весь Дом Грешница Исполнившись Искренней Любви Помазала Господа Таин И От Него Развелось То Сладостное Благовухание И Исполнила Всех Удивление Блаженная Любовью Воспоменила Господа Семьямом И Трогательно Умоляла Чтобы Дозволил Он Испеть Сладостному Благовуханию И И Тем Условил И Восхитил Апостолов Вот Свидетель Истинный Пророк Исайя Сына Моссов Который Называет Мессию Корнем Прорвявшим Благовухание Иуду Истинный Истинный Недуги Исцеляет Он По Милосердию Своему Тело Симона Фарисея Очистил Он От Проказа И Душу Блудницы Немосществующую И Грехом Соделал Здравую Очистил Симона От Проказа А Блудницу От Грехов А Тело Блудницы Невидимую Неправду Как у Симона Проказу По Милости Своей Врачует И Исцеляет От Всех Беззаконий Грехов И Скверн Всякого Кто Приносит Покаяние Потому Что Он Море Щедрот Как Великий Милосердный Врач И Очиститель Грехов Он Справедливо Разделяет Милости Свои И Блудницы И Фарисею Блудницы Просил Он Пятьсот Динариев Долго А Фарисею Пятьдесят Потому Что Он Милосердный Бог И Желает Спасения Грешников В душе Просил Он Грехи Ее А Тело Очистило От Проказы Которая Сквернила Его И По Закону Делала Нечистым И Должники Воздали Ему Чем Могли Совокупно Изъявили Ему Любовь Свою За Изглажденное Рукописание Долгов Своих Тот Кто Отмучительной Проказы Очищен Был Явно Явно Воздал И честь Нашему Господу И Уверовал В Него Как Сына Божия Та Которая Втайне Которой Простил Он Грехи Втайне Воспламенилась Любовью За то Что Тронувшись Ее Слезами И Воздыханиями Даровал Ей Оставление Грехов Обоим Даровано Благодать Морем Щедрот Обоим Оставил Грехи Праведный Судья Того И Другую Очистил От Беззаконий И Исполнил Прошение Обоих Итак Приступите Кающиеся И Примите Оставление Грехов Своих Дверь Отверства Умоляющим Иисус Никому Не Отказывает В Прошении Его Всякий Обремененный Долгами Всякий У кого Уязвлены Тело И Душа И Иди К Двери Его И Ударяй И Он Отверзит И И Исцелит Болезни Пусть Кающиеся Подобно Блудницы Принесут Богу Несколько Слез Они Получат От Него Оставление Всех Своих Долгов Ударяйте В Дверь Милосердного Непрестанно Стоите При Пороги Его Приближайтесь К Нему Супованием И Даст Вам Оставление Грехов Слезами Оросите Кающаяся Дверь Дома Примирения Потому Что Там Найдете Иисуса Которого Лабызала Блудница И Он Готов Оставлять Долги Бедному Человеческому Роду Кто Домогается Прощения Желает И Спросить У него Оставление Долгов Своих Тот Орошай Слезами Дверь Его И Будет Очищен От Предгрешений Своих Кто Угрызен Едоносным Змеем Которого Угрыз Правца Нашего Адама Тот С воздыханиями Умоляй Врача И Он По щедротам Своим Исцелит Его От Угрызения Кто По собственной Воле Своей Впал В глубокую Пропасть Грехов Тот Со страхом И любовью Приступи К благому Господу И Проси Его Бог Милосерд И Желает Спасения Грешников И Так В твоей Воле Кающейся Или Жить Или Умереть От Твоей Свободы И от Твоего Произволения Зависит Быть Или Оправданным Или Осужденным Поэтому Пока Не прошло Еще Время И Не Истек Срок Покаянию Приуготовься К молитве И Принеси Ее Подобно Грешнице И Благий Господь Возрадуется Тебе И Исцелит Тебя Как Исцелил Ее Всегда Во всякое Время Преисполнен Он Щедрот Посему Плач Как Она Плакала И Так же Как Она Будешь Исцелен Возлюби Его Как Она Возлюбила И Подобно Ей Получишь Прощение От Всеблагого Который Не Желает Смерти Ни Одному Грешнику Иисус Иисус Моря Моря Щедрот Его Богато И Призабильно Сокровище Его Ему И Отцу И Духу Святому Хваление Во все времена Ходатай Божества Очисти Рабов Твоих Твоею Благодатью Из Библии Книга Песни Песней Соломона Глава Первая Шестнадцать Стихов Да Лапзает Он Меня Лапзанием Уз Своих Ибо Ласки Твои Лучше Вина От Благовония Мостей Твоих Имя Твое Как Разлитое Мира Поэтому Девицы Любят Тебя Влеки Меня Мы Побежим За Тобою Царь Ввел Меня В Чартоги Свои Будем Восхищаться И Радоваться Тобою Превозносить Ласки Твои Больше Нежели Вино Достойно Любят Тебя Чери Иерусалимские Черная Но Красива Как Шатры Кидарские Как Завесы Соломоновых Не Смотрите На Меня Что Я Смугла Ибо Солнце Опалило Меня Сыновья Матери Мои Разгневались На Меня Поставили Меня Стереть Виноградники Моего Собственного Виноградника Я Не Стерегла Скажи Мне Ты Которого Любит Душа Моя Где Пасешь Ты Где Отдыхаешь В полдень К чему Мне быть Скиталицей Возле Стат Товарищей Твоих Если Ты Не Знаешь Этого Прекраснейшей Женщинь То Иди Себе По Следам Овец И Паси Козлят Твоих Подле Шатров Пастушеских Кобылицы Моей В колеснице Фараоновой Я Уподобил Тебя Возлюбленная Моя Прекрасны Ланиты Твои Под Подвесками Шея Твоя В ожерельях Золотые Подвески Мы Сделаем Тебе Серебряными Блестками Да Коли Царь Был За столом Своим Нард Мой Издавал Благовоние Своё Мировый Пучок Возлюбленный Мой У меня У грудей Моих Пребывает Как Кисть Кипера Возлюбленный Мой У меня В виноградниках Энгетских О Ты Прекрасна Возлюбленная Моя Ты Прекрасна Глаза Твои Голубиные О Ты Прекрасен Возлюбленный Мой И Любезен И Ложа У нас Зелень Кровли Домов Наших Кедры Потолки Наши Кипарисы Глава Вторая Семнадцать Я Нарцисс Саронский Лилия Долин Что Лилия Между Тернами То Возлюбленная Моя Между Девицами Что Яблон Между Лесными Деревьями То Возлюбленный Мой Между Юношами Втяни Возлюбленный Мой Начал Говорите Мне Встань Возлюбленная Моя Прекрасная Моя Выйди Вот Зима Уже Прошла Дождь Миновал Перестал Цветы Показались На земле Время Пения Настало И голос Горлицы Слышан В стороне Нашей Смоковницы Распустили Свои почки И виноградные Лозы Расцветают И сдают Благовония Встань Возлюбленная Моя Прекрасная Моя Выйди Голубица Моя В ущелье Скалы Под кровом Утеса Покажи Мне Лицо Твое Дай Мне Услышать Голос Твой Потому что Голос Твой Сладок И Лицо Твое Приятно Ловите Нам Лисиц Лисенят Которые Портят Виноградники А А виноградники Наши В цвете Возлюбленный Мой Принадлежит Мне А я Ему Он Пасет Между Лилиями Да Коли День Дышит Прохладою И Убегают Тени Возвратись Будь Подобен Серни Или Молодому Оленю На Расселенных Гор Глава Третья Одиннадцать На Ложе Моем Ночи Искала Я Того Которого Любит Душа Моя Искала Его И Не Нашла Его Встану Же Я Пойду По Городу По Улицам И Площадям И Буду Искать Того Которого Любит Душа Моя И Искала Я Его И Не Нашла Его Встретили Меня Стражи Обходящий Город Не Видали Ли Вы Того Которого Любит Душа Моя Но Едва Я Отошла От Них Как Нашла Того Которого Любит Душа Моя Ухватила Из-за Него И Не Отпустила Его Да Коли Не Привела Его В Дом Матери Моей И Во Внутренние Комнаты Родительницы Моей Заклинаю Вас Чери Иерусалимские Серными Или Полевыми Ланями Не Будите И Не Тревожьте Возлюбленной Да Коли Ей Угодно Кто Это Восходящий От Пустыни Как Столбы Дыма Окуриваемая Мирро И Эфимиамом Всякими Порошками Мироварника Вот Одр Его Соломона Шестьдесят От сильных Вокруг Него Из Сильных Израилевых Все Они Держат По Мечу Опытны В Бою У Каждого Меч При Бедре Его Ради Страха Ночного Насильный Одр Сделал Себе Царь Соломон Из Дерев Ливанских Столбцы Его Сделал Из Серебра Локотники Его Из Золота Седалищего Из Пурпурной Ткани Внутренность Его Убрана С любовью С черями Иерусалимскими Пойдите И посмотрите Чери Сионские На царя Соломона В венце Которому Увенчала Его Мать Его В день Бракосочетания Его В день Радостный Для Сердца Его Глава Четвертая Шестнадцать Ловинки Гранатового Яблока Ланиты Твои Под Кудрями Твоими Шея Твоя Как Столб Давидов Сооруженный Для Оружий Тысяча Щитов Висит На нем Все Щиты Сильных Два Сосат Твои Как Двойни Молодой Серны Пасущиеся Между Лилиями Да Коли День Дышит Прохлада И Убегает Тени Пойду Я На Гору Мировой И На Холм Фимиама Вся Ты Прекрасна Возлюбленная Моя И Пятна Нет На Тебе Со Мною Сливана Невеста Со Мною Иди Сливана Пиши С вершины Аманы С вершины Синира И Ермона От Логовищ Львинных От Гор Барсовых Пленила Ты Сердце Мое Сестра Моя Невеста Пленила Ты Сердце Мое Одним Взглядом Очей Твоих Одним Ожерельем На Шее Твоей О Как Любезны Ласки Твои Сестра Моя Невеста О Как Много Ласки Твоей Лучшей Вина И Благовония Мостей Твоих Лучше Всех Ароматов Сотовый Мед Каплет Из Уст Твоих Невеста Мед И Молоко Под Языком Твоим И Благовония Одежды Твоей Подобно Благовонию Ливана Заперты Сад Сестра Моя Невеста Заключенный Колодец Запечатанный Источник Рассадники Твои Сад С Гранатовыми Яблоками С Превосходными Плодами Киперы С Нардами Нарды Шафран Аиры Корица Со всякими Благовонными Деревами Миррой И Алой Со всякими Лучшими Ароматами Садовый Источник Колодец Живых Вод И потоки Сливанов Поднимись Ветер Севера И Принесись С юга Повей На сад Мой И Польются Ароматы Его Пусть Придет Возлюбленный Мой В сад Свой И Вкушает Сладкие Плоды Его Глава Пятая Шестнадцать Пришел Я в сад Мой Сестра Моя Невеста Набрал Миры Моей С ароматами Моими Поел Сотов Моих С медом Моим Напился Вина Моего С молоком Моим Ешьте Друзья Пейте И Насыщайтесь Возлюбленные Я сплю А сердце Мое Бодрствует Вот Голос Моего Возлюбленного Который Стучится Отвори Мне Сестра Моя Возлюбленная Моя Голубица Моя Чистая Моя Потому Что Голова Моя Вся Покрыта Росою Кудри Моей Ночной Влагою Я Скинула Хитон Мой Как же Мне Опять Надевать Его Я Вымыла Ноги Мои Как же Мне Марать Их Возлюбленный Мой Протянул Руку Сквозь Скважину И Внутренность Моя Взволновалась От него Я Стала Чтобы Отпереть Возлюбленному Моему Из Рук Моих Капало Мира Из Перстов Моих Мира Капало На Ручки Замка Отперла Я Возлюбленному Моему А Возлюбленный Мой Повернулся И Ушел Души Во мне Не Стало Когда Он Говорил Я Искала Его И Не Находила Его Звала Его И Он Не Отзывался Мне Встретили Меня Стражи Обходящий Город Избили Меня Изранили Меня Сняли С Меня Покрывало Стерегущие Стены Заклинаю Вас Щери Иерусалимские Если Вы Встретите Возлюбленного Моего Что Скажете Вы Ему Что Я Изнемогаю От Любви Чем Возлюбленный Твой Лучше Других Возлюбленных Прекрасней Из Женщин Чем Возлюбленный Твой Лучше Других Что Ты Так Заклинаешь Нас Возлюбленный Мой Белый Румян Лучше Десяти Тысяч Других Голова Его Чистое Золото Кудри Его Волнистые Черные Как Ворон Глаза Глаза Голуби При потоках Вод Купающиеся В молоке Сидящие В довольствии Щеки Его Цветник Ароматный Гряды Благовонных Растений Губы Его Лилии Источают Текучую Миру Руки Его Золотые Кругляки Усаженные Топазами Живот Его Как Извояния Из слоновой Кости Обложенные Сапфирами Голени Его Мраморные Столбы Поставленные На золотых Подножиях Вид Его Подобен Ливану Величествен Как Кедры Уста Его Сладость И Весь Он Любезность Вот Кто Возлюбленный Мой И Вот Кто Друг Мой Чери Иерусалимские Глава Шестая Двенадцать Куда Пошел Возлюбленный Твой Прекраснейшая Из Женщин Куда Обратился Возлюбленный Твой Мы Поищем Его С тобою Мой Возлюбленный Пошел В сад Твой Цветники Ароматные Столп Пасти В садах И Собирать Лилии Я Принадлежу Возлюбленному Моему А возлюбленный Из которых У каждой Пара Ягнят И Бесплодной Нет Между Ними Как Половинки Гранатового Яблока Ланиты Твои Под Кудрями Твоими Есть Есть Шестьдесят Цариц И Восемьдесят Наложниц И Девиц Без Числа Но Единственная Она Голубица Моя Чистая Моя Единственная Она У матери Своей Отличенная У родительницы Своей Увидели Ее Девицы И Превознесли Ее Царицы Наложницы И Восхвалили Ее Кто Это Блистающая Как Заря Прекрасная Как Луна Светлая Как Солнце Грозная Как Полки Со Знаменами Я Сошла В Ореховый Сад Посмотреть На Зелень Долины Поглядеть Распустилась Ли Виноградная Лоза Расцвелили Гранатовые Яблоки Не Знаю Как Душа Моя Влекла Меня Колесницам Знатных Народа Моего Глава 7 14 Оглянись Оглянись Суламита Оглянись Оглянись И Мы Посмотрим На Тебя Что Вам Смотреть На Суламиту Как На Хоровод Монаимский О Как Прекрасны Ноги Твои В Сандалиях Черь Именитая Округление Бедр Твоих Как Ожерелья Дело Рук Искусного Художника Живот Твой Круглая Чаша В которой Не истощается Ароматное Вино Чрево Твое Ворох Пшеницы Обставленный Лилиями Два Соса Твои Как Два Козленка Двойне Серны Шея Твоя Как Столб Из слоновой Похож Но желание Его Приди Возлюбленный Мой Выйдем В поле Побудем В селах Поутру Пойдем В винограднике Посмотрим Распустились В виноградные Лоза Раскрыли Слепочки Расцвелили Гранатовые Яблоки Там Я окажу Ласки Мои Тебе Мандрагоры Уже Пустили Благовония И у Дверей Наших Всякие Превосходные Плоды Новые И Старые Это Сберегла Я для Тебя Мой Возлюбленный Глава Восьмая Четвернадцать О Если бы Ты был Мне Брат Сосавший Груди Матери Моей Тогда Я Встретивши Тебя На улице Целовала Бы Тебя И Меня Не Осуждали Б Повела Бы Я Тебя Привела Бы Тебя В дом Матери Моей Ты Учил Б Меня А Я Поила Б Тебя Ароматным Вином Соком Гранатовых Яблоков Моих Левая Рука Его У Меня Под Головою А Правая Обнимает Заклинаю Вас Щели Иерусалимские Не Будите И Не Тревожьте Возлюбленной Доколи Ей Угодно Кто Это Восходит От Пустыни Опираясь На Своего Возлюбленного Под Яблоню Разбудила Я Тебя Там Родила Тебя Мать Твоя Там Родила Тебя Родительница Твоя Положи Меня Как Печать На Сердце Твое Как Перстень На Руку Твою Ибо Крепка Как Смерть Любовь Люта Как Преисподняя Ревность Стрелы Ее Стрелы Огненные Она Пламень Весьма Сильный Большие Воды Не Могут Потушить Любви И Реки Не Зальют Ее Если Б Кто Давал Все Богатство Дома Своего За Любовь То Он Был Б Отвергнут С Презрением Есть У нас Сестра Которая Еще Мала И Сосов Нет У Нее Что Нам Будет Делать С Сестрой Нашей Когда Будут Свататься За Нее Если Б Она Была Стена То Мы Построили На ней Палаты Из Серебра Если Если Она Была Дверь То Мы Обложили Ее Кедровыми Досками Я Стена И Сосы У Меня Как Башни Потому Я Буду В Глазах Его Как Достиг Шая Полноты Виноградник Был У Соломона В Алгамоне Он Отдал Этот Виноградник Сторожам Каждый Должен Был Доставлять За Плоды Его Тысячу Серебренников А Мой Виноградник У Меня При Себе Тысяча Пусть Тебе Соломон А Двести В Стерегущем Плоды Его Жительница Садов Товарищи Внимают Голосу Твоему Дай И Мне Послушать Его Беги Возлюбленный Мой Будь Подобен Серне Или Молодому Оленю На Горах Бальзамически Творение Святого Ефрема Сирина Том Четвертый Страница Двести Двадцать Девять Часть Пятая Когда Приносит Покаяние И один Грешник Тогда Радуются Ангелы Хранители Как Написано Бука Пятнадцать Десять Внемлитесь Ему И Ободритесь Духом Все У кого Жизнь Подобна Моей Постараемся Исправить Себя Возьмемся Теперь За покаяние И обрадуем Тем Небесным Хранителей Дары Нам Господи Наш Чтобы мы Были На радость Ангелам И во Славу Твоей Благости Кто Спасет Меня В пришествии Судьи Судящего Поистине Не Принуждал Он Меня Насильно Работать Винограднике Его Добровольно Оставался Я в нем Целый День Чтобы Получить Награду Но За леность Свою Лишен Той И Так Собственной Моими словами Будет Он Судить Меня Потому Что Сам Я Провозгласил И Наименовал Себя Делателем Его Ежели Есть Где Грешник Который Так Умножил Число Грехов Своих Как Я То Пусть Придет Ко Мне И Вместе Будем Скорбеть Плакать И Жалобного Пиять Как Горькая Ига Твоя Лукавая Которая Возложили Мы На себя Добровольно А Твое Ига Господи Наш Так Же Сладостно Как И Ты Сам Сподоби Меня Носить Его Потому Что На сие И Призвал Ты Меня На Мне И 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 Сказано Грешник Уже Говорит Бог Для Чего Ты Проповедуешь Уставы Мои И Берешь Завет Мой В уста Твои А Возненавидел Наказание Мое Псалом 49 Сподоби Меня Господи С Любовью Принимать Наказание Твое Возненавидеть Грех И В Тебе Искать Прибежище Всеблаги Начало Всего Доброго Первоисточник Всех Благ Избав Меня От Соперника От Которого Истекает Всякое Зло Не Попусти Ему И Исполнять На Мне Волю Свою И Освободи От Работы Его Ты Господи Наш По Благости Своей Призвавший Меня Виноградник Твой Сподоби Меня Делать В нем Во все Дни Жизни Моей Даруй Мне Господи Наш Оставить Широкий Путь И Немедленно Вступить На ту Узкую Стизю Которую Указал Мне Чтобы Ею Достиг Я Обителей Жизни И Там Воспел Хвалу Щедротом Твоим Веди Меня Господи Наш Путем Заповедей Твоих И Да Возненавижу Путь Погибельный Всякий У кого Сострадательное Сердце Должен Сетовать О Мне Потому Что Призван Я Богом Быть В числе Чад Его Но По Собственной Воле Своей Унизил Себя До Раба И О Если Быть Мне Хотя Усердным Рабом Не Попусти Мне Господи Наш Оставаться В числе Рабов Ленивых И Лукавых Уста Песнословившие Тебя Во псалмах И Песнях Духовных Да Не Будут Принуждены Господи Вопиять От Мучений В том Будущем Веке Если Я Удалялся И От Тебя Делами Своими И Удалился То Язык Мой Славословил Твое Могущество Не На Дела Мои Да Взирает Правосудие Твое Но На Хваление Мои Да Воззрит Благость Твоя При Изобильные Щедроты Которые Извели Тебя От От Отца Твоего К Нам Смертным Да Будут Заступником Моим Господи Великий День Воздаяния Чтобы Избавиться Страшного Угрожающего Мне Суда Быть Помилованным И Воскликнуть Хвала Тебе Господи Наш Потому Что Разрешил Ты Виновных И Грешников Сподобил Оправдание Достойно Удивления Что Так Долго Благоство Я Терпела Меня Грешника Дивлюсь Что Так Долго Осмеливался Я Прогневлять Тебя И Не Был Удержан От Этого О Как Много Я Прощала Мне Правосудие Твое О Как На Много Отваживалась Дерзость Моя Не Суди Меня Господи Наш На Суде Правды Твоей Потому Что Она Ежедневно Записывает Дела Мои На Мне Бедном Прославь Милосердие Твое Сын Милосердого Поскольку Я Уклонился Справа Пути Погиб И Стал Согнившим Мертвецом То Даруй Мне Снова Быть Обретенным Спасенным От Смерти На Радость Ангелам Хранителям И на Посрамление Бесам Сподоби Меня Господи Наш В Пришествие Это Взывать Хвала Понесшему Нас На Раменах Своих И Лес Упитанный Который Заклам И Принесен В Жертву Загрешника Ты Господи Мой Не Изгладь Меня Бедного Из Числа Искупленных Твоей Кровью Я Вкушал Тело Твое Пил Кровь Твою И Верую Что Спасусь Твоей Смертью Ты Господи Наш Смертью Своей Умертвившей Нашего Убийцу Умертви Во мне Грех Да Здравых Господи Было Пришествие Твое В мир Но Для Исцеления Язвенных Снесшел Ты Подвигнутый К тому Щедротами Твоими Я В числе Язвенных Трупы Мои Покрыты Гноем Посему Исцели Меня Господи Наш Отгони От меня Душевные Страдания Что Упроствовляли Тебя Сон Мне Возвращенных К Здравию Имея Я Нужду В оставлении Долгов Я От Тебя Господи Удобно Могу Получить Это Если Ж От Тебя Не Получу То Нет У меня Средств Оставаться Живым Перед Тобою Ибо Вот Умру Душевной Смерть Если Щедроты Твои Не Явятся Вскоре Ты Господи Наш Радующийся Жизнь А Не Смерти Избавь Меня От Смерти Чтобы Мог Я Жить Да Прият Ко Мне Милосердие Твое И Уврачует Мои Недуги И Сокровенные Греки Ты Господи Наш Врач Всех Болезней И Прощаешь Долги Милость Твоя Да Будет Врачебством Для Моих Язу Да Сведет С Меня Вся К Скверну И Сок Твой Господи По Благости Твоей Да Мои Тесистоты Мои И Буду Прославлять Исцелившую Меня Благодать Твою Ненасильно Господи Наш Возложил Ты На Меня Иго Твое Которое Несу Сам Я Подклонился Под Иго Это Чтобы Охотно Служить Тебе Но Семя Которое Приял Я Чтобы Пожать И Собрать От Него Плоды Не Посеял Я На Ниве Своей И Не Пожал От Него Сугубого Плода За Что И Присислен К Ленивым И Вот Пробудился Я От Сна Своего Господи Наш Прими Меня До Сели Беспечного Крест Высокий Столб Горе Подъемлющий Душу Преклони Ко Мне Величественную Вершину Свою Чтобы Я Мог Возвыситься До Тебя Чтобы Мой Дух Востек И Узрел Сына Одесную Господа На Высоких Там Да Воспою Хвалы Тому Кто Отрину Распявшую Его Синагогу И Обручился С Церковью Избранных В Ужас Приводит Меня Господи Гнусность Моя Потому Что Чем Долей Живу На Земле Тем Более Увеличивается И Возрастает Мера Грехов Моих Так Неискусный Купец Не Приобретает Никакой Прибыли На Своё Достояние Но Надеждой Грехов 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 Того из Возлежащих На Котором Была Нечистая Риза Слеза Свергли Во Тьму Чтобы Не Нечеств С С С С Вечер С С Если Одежда Твоя Нечистая Легко Тебя Мыть Слезами От Честь Своих И Так Восстань И Молитвою Очисти Одежды Свои Молитва Есть Матерь Грешная Слезами Исцеляет Она Язвы Их И делает Их Здравыми Как Врач Грешники Восстаньте Себя Молитвою Кто Не Плачет О Восстановлении Своего Здоровья Тому Вожделенная Его Смертельная Язва Кто Грехами Своими Воспоменил Огонь Тот Если Будет Молиться Угасит Его Своими Слезами И Так Умоляю Ощедротых И Угаси Пламень Мучения Каплями Слез Угасишь Ты Море Огня Посему Возбуди В себе Покаянное Чувствование Чтобы Не Стать Тебе Добычей Огня Как Возбудить Мне Покаянное Чувствование Когда Беззаконие Рук Моих Заграждают Мне Уста Мои И Молитва Грешника Бывает Отринута Злые Дела В каких Провел Я Жизнь Приводят Меня Страх И Опасение Чтобы Молитвою Своею Не Побудил Судию Встретить Меня Жезлом Наказания Помни Что Должен Молитве Но Опасаюсь Потому Что Жил Я Нечестиво Благо Своя Дол Милосердится Над Моими Неправдами Многочисленны Трупы Мои О Врач Милосердующий Овсяком У кого Плоть Покрыта Ранами И Сцели Меня Врачующий Изъязвленных Под Различными Предлогами Обманывают Меня Помыслы Оттого Каждый День То Грешу То Каюсь Даруй Мне Господи По Милосердие Своему Чего Прошу Тебя Ибо Вот Вечер Сменяется У меня Утром И Жизнь Счезает Незаметно А Я Не Принес Еще Покаяния Прости Что Так Часто Отказываюсь От Своего Слова День Похищает Меня У Ночи Жизнь Моя Непрестанно Сокращается Но Не Умоляются Грехи Мои Даруй Мне Господи Проводить Жизнь Свою С пользой Вчера Дал Я Обещание Покаять День Прошел А Покаяния Нет Даруй Мне Господи Обратиться К Молитве Дни Спешат К Окончанию Своему А Грехи Около Меня Как Камни Преткновения Уравняй Для Меня Путь Твой Господи Чтобы Мог Я Идти Потому Прошлая Жизнь Послужила Во Вред Мне Что Ж Буду Делать Встреч Умоляю Тебе Господи Дай Мне Проводить Дни Свои С пользою Стыдно Мне Своих Ежедневных Обещаний Оставшихся Без Исполнения Милосердый Помилуй Постыженного Куда Спешишь Ты Жизнь Объясни Мне Это Чтобы Уврачевать Мне Греховные Язвы Свои О Всеведущий Приложи По течению О полезном Для Меня Даруй Мне Господи Обильные Слезы Омыть Нечистоту Членов Моих Умоляю Помилуй Меня Потому Что У Тебя Мое Прибежище Да Да Будет Молитва Моя Благоугодна Тебе Господи И Да Умилостивить Тебя Слезы Мои Умоляю Тебя Возврати Меня К жизни По Благости Твоей Теперь Настало Время С Особенным Усердием Умолять Меня О жизни Своей Потому Что Она Совершилась И Почти Уже Окончилась По Щедротам Твоим Господи Даруй Мне Покаяние Горе Тебе Душа Утратившая Великий Образ До Чего Дошло Унижение Твое Вот И В хлеб Твой Вмешаны Терния Уврачуй Меня По Милосердию Твоему Вечной От Множества Гнойных Трупов Потому Что Сокровищница Твоя Богата Средствами К Уврачеванию Нечего Дать Мне Вознаграждение За Это Но Ты И Не И Не И И Нужды Потому Что При Богат Благодать Твоя Да Восполнит Все Мои Нужды Оствернен Я Тиной Грехов Стражду От Зловония Облагоухай Меня Миром Твоим Все Освещающий Омыл Ты Меня Господи Баней Водной Но Увы Снова Погрузился Я Во множество Зол Возврати Мне Красоту Какая Дана Мне Крещением Вожделено Тебе Миловать Грешников Вожделено Тебе Обретать Погибших Да Взыщи Ты Меня Воля Твоя Чтобы Не Погибнуть Мне Кто Принудил Тебя Не Зайти До Такого Уничижения Кто Преклонил Тебя Претерпеть Распятие Твои Страдания И Крест Показали Какова Любовь Твоя Ко Мне Чтобы Приобрести Мне Жизнь Пронзен Ты Гвоздями Чтобы Искупить Меня Увенчан Ты Терниями Ты Обрел Меня Спаси Жи Чтобы Не Погиб Я Молитва Об обращении Оскверненной Души Не к новым Побуждает Тебя Щедротом Потому Что Милость Твоя Давно Уже Преобыкла Прощать Греки Тебе Обычно Освещать Оскверненных Любовь Неодолимо Влечет Тебя Оставлять Грехи Посему Как Обычно Тебе Посети Меня Оставлением Долгов Многое Такое Уже Соделано Тобой А много Еще Возможно Для Тебя Уврачуй Жиз Трупы Мои Потому Что Неотступно Умоляю Тебя Приими Дар Какой Принес Я Тебе Потому Что Дар Склоняет Судию Простить Виновному Его Преступление Вот Слезы Мои Дар Твоей Благости Вот Молитва Моя Предстательство Пред Твоим Правосудием Прими Прими Милосердый Кающихся И Неотринь Моление Моего Приобрести Из Сокровищ Твоей Вращество Для Недугов Моих Если Не Услышишь Прошения Моего То Враг Ненавистник Мой Скажет Какой Принесло Тебе Пользу Что Утруждал Своими Просьбами Судию Посрами Его Очистив Меня От Греха Не Попусти Впасть Мне В искушение Издалече Назирая За борением Моим Ты Сам Ротоборствуй Со Мною И Научи Побеждать И Всполни По Милости Своей Прошение Мое Изгладь По Правде Твоей Вины Мои Будь Моим Охранителем И Возврати Мне Жиль Потому Что К Тебе Прибегаю Крайне Угнетен Я О Судия Мой Душа Грешника Умоляю Тебя Возри Наскорь Мою Отмститель Угнетенных Укажи Мне Дверь Твою Чтобы Мог Я Ударять В нее Покажи Мне Милосердие Твое Чтобы Мог Я Придержаться Его Потому Что Милосердие Твое Ходотай Сво Из Закающихся На Твоих Раменах Желаю Быть Пастор Тебе Обычно Возлагать На Рамена Свои Погибших И Обретенных Посему На Мне Покажи Попечитель Твою Изведи Меня Из Пустыни Где Камни Прикновения И Встели На Злачных Пажет Твоих Дозволь Мне Иметь Часть На Пажет Из Тада Твоего Велика И Мучительно Болезнь Моя Господи Греховная Язва Причиняет Мне Жестокие Боли По Великому Милосердию Твоему Обвяжись Трупы Мои Душа Кающегося Сподобившись Оставлению Грехов Да Воспоет Тебе Господи Сию Хвалу Слава Тебе Ущедряющий Кающихся Злокозненный Враг Жестоко Нападает На Меня Приди На Помощь Ко Мне Господь Победителей Преодолен Я Помоги Мне Побежденному Враг Всегда Бодрствует И Недременно Готов На Брань А Я Погружен В Бездействие О Если Б Возбужденный Тобой Победил Я Бестыдного Когда Спокойно Стою На Молитве Он Смущает Меня Неустроенными Помыслами Какие Сам Влагает Из Меня Восстановимо Мне Покой Размышления О Тебе Безмятежные Слава Тебе Небесный Отец Хвала Сына Из Недр Твоих И Прославление Святому Духу Для Чего Ты Душа Став Добычей Сатаны Погрязаешь Во Множестве Посыдных Дел Возопи Болезненно И да Услышана Будет Молитва Твоя Горе Мне Конец Близок А я Как Зимой Без Плодов Пощедротам Твоим Даруй Мне Жизнь Будет Прославлять Тебя Время Приближается Жизнь Моя Проходит И Уже Кончено А Грехи Мои Предварили Меня На Суде Пощедротам Твоим Будь Милостив В Немощи Моей Ради Грехов Моих Снишел Ты В Утробу Матери И Пребывал В ней Грехи Мои Вознесли Тебя На Крест По Милости Твоя Честь И Прегрешения Мои За Меня Господи Восприял Ты Язвы И По Благоволению Ко Мне Заключился Во Гроби Будет Теперь Милости В Ко Мне Господи И Избав От Суда Не Сохранил Я Благ Какие Ты Дал Мне Но Добровольно Избрал Себе Злое Не Отрень Меня Надежда Кающихся Десница Твоя Прободена Гвоздями За То Что Я Простер Свою К Запрещенному Плоду Плотию Твоей Примири Меня С собой Потому Что Согрешил Я Возненавидел Я Жизнь Свою Расплел Слены Свои И Покрывалась Тьмы На лице Моем Восставь Меня И Узрю Тебя И Воскресну Не Состояние Принести Тебе Покаяние Уповая Только На Щедроты Твои И Еще Умоляю Не Отрень Меня Надежда Кающихся Девять Врач Пришедший Для Нашего Спасения Уврачу Многочисленные Болезни Мои Чтобы Не Быть Мне Посмешищем Для Знающих Меня К Тебе Прибегаю Правитель Всяческих Акропи Росой Благодати Твоей Очисти Меня Потому Что Весьма Я Осквернен Волны Грехов Потопляют Меня Господи Погряз Я Во множестве Зол Извлеки Меня Пощедротом Твоим Чтобы Не Погибнуть Мне Мир Увлекает Меня Своими Приманками Господи Оковал Меня Узами Любви Своей И Не Позволяет Мне Идти Примым Путем Все Дни Мои Проведены В праздности И Не Помышлял Я Что Жизнь Моя Зависит От Одного Часа Потому Ожидает Меня Огонь Пролей Пролей Моя Когда заключены будут для них двери. Что буду делать в тот день, Когда обнаружатся все сраные дела, Которые сделал я в мире всем, И которыми осквернил себя? Убойся, грешная душа, и пробудись, Для чего ты спишь, когда время дело не ее? Подумай сама себе, пока еще есть для тебя надежда. Сокровище в небо собрал я себе, И в воздаянии зато ожидает меня мучение. Увы мне, премного оскорбил я тебя. Однако же я раб и поклонник твой, Господи, По благости своей покажи на мне щедроты твои, Потому что совершенно изнемогая И погибаю я от грехов твоих. Отверзи сокровища щедрот твоих, О, милосердый, и отгоня от меня болезнь, Которая мучит меня. Долгое время наказывал ты меня, Пощади теперь. Крест твой, Господи, да будет врачебством от язву, Которых много на членах моих. Он может уврачевать язвенность. Время близко, наступает конец, Я не схожу в глубину ада. Помилуй меня, Господи, Даруй мне жизнь, что прославлял я тебя. Услыши моление мое, Милосердый грешникам, Простри мне руку помощи, И не попусти, чтобы стал я ужасом для других. Великое чудо совершил ты на мне, Восставил меня, Когда уже потеряна была надежда. Хвала тебе, вечно сущий. Ты, который по любви пришел, Умер за нас по благости своей. Смертью избавил меня от заблуждения, Даруй мне жизнь в пришествии Твое. Крестом Своим избавил ты меня от лукавого. По милосердию Твоему отпусти мне грехи мои, Ибо то и другое Тебе свойственно, Господи. Отец жалился на созданном по образу Его, И по милосердию Своему к нам, Человекам, дал Тебя, Чтобы через Тебя получили мы жизнь. Даруй же мне жизнь по благости Твоей. Если у Тебя, Господи, нет милосердия, То у кого оно будет? И без милосердия Твоего Как будет отпущена нам неправда наша? Тобою только при милосердии наш, Господи, Можем быть спасены. По благости Твоей, Господи, Возврати мне жизнь и восставь меня, Потому что пал я в грехи. А Тобою восстают падшие. Многочисленные греховные структы мои, И стыжусь спросить у врачевания Гнусных язву своих. Обвяжи, по крайней мере, раны мои, Милосердий врач. Не оставь меня в руках завистника, Чтобы не посмеялся он над искуплением Твоим, И не посрамил его. Посему даруй мне жизнь по благодати Твоей, Чтобы он был посрамлен. Известно Тебе, ведущее сокровенное, Что естество мое наклонно к грехопадениям. Даруй же мне жизнь и спришествие Твоя, Отпустив мне грехи. Всего оставление грехов ожидает грешник, Отсвернившее себя похотими. По милосердию только Твоему Могут они получить жизнь в день суда. Ибо кто может спастись, Если правда Твоя будет строго судить И взвешивать и дела, и помышления наши? И так не по правде Твоей, Но по благости Твоей даруй нам жизнь. Бесчисла много сетей у злокозненного, И кто в состоянии избежать всех его сетей? Истисло наше немощно. С Тобою одним можем мы побеждать. Тело наше по своей похотливости Постоянно стремится к неправде. Не по правде Твоей суди меня, Господи наш. Воля наша немощна, Потому что грех царствует в сленах наших. С Тобою только победивший нашу неправду Можем преодолеть его. На брани, Господи, прославляются победители, Но мы не рады для того, чтобы приобрести победу Мужественную борьбою. Спасибо, Господи наш! Помилуй нас, Побежденных в поробости! На высокой степени достоинства Поставлены те, которые прославляются За победные венцы, Приобретенные в брани. Им по правде, Господи, Даруй жизнь, А мне по благодати. Хвала Тебе, человека любит. В Твоей сокровищнице Нахожу все средства По моему спасению, А именно, Оставление грехов и щедрот И грешникам. Благодарение Отцу, Пославшему Тебя к нам, Чтобы через Тебя Принялось верный, Господь, На Господь наш, Получили мы спасение. Соделай меня, Господи, Достойным щедрот Твоих В пришествии Твоей. Боже, смешайся и соделайся Человеком, Чтобы по благодати Твоей Даровать человекам жизнь. Не отвращайся от нас, Да не погибнем. Грешники ударяем Из двери Твоей, Господи, Чтобы получить там Оставление грехов. Не попусти, Господи, И мне отойти от Тебя Ничего не получишь. Сокровищница Твоя, Господи, снабжает Простящих. И вот, нуждающиеся, Стоят у двери, Ведущие в нее. По благости Твоей Возвратим им Щедроты Твои. Добровольно уступил Я над Тобою победу И исповедую грехи Свои, До которых довели меня Гнусные похоти. Возри на немощи мои, Спаситель мой, И пощади меня. Мои грехи известны Тебе, благие. Вовлетен я в брань И побежден. Помилуй меня, Господи, По множеству Щедрот Твоих. Свобода моя Должна была Мужественно сражаться Со грехом, Чтобы одержать победу. Поскольку же Не победил я, То прошу, Пощади меня От наказания, Хотя я не заслуживаю Никакого утешения. Грехи мои Лишили меня Венца, Милосердие Твое, Господи, Да спасет меня От огня. Не заслуживаю я Венца, Но да не подвергнусь И осуждению. Прекрасно для Тебя Прощать грешников. Всего приличнее Тебе умножать Щедроты свои, Чтобы тем и другим Прославлялся Ты, Господи наш. Скорбь мучит Грешников, Раскаяние терзает Беззаконных, Когда праведники Получают венцы. Ах, какая скорбь И печаль Будут мучить меня, Когда за жизнь свою Пойду я отсюда. Да ни с чем. Но по справедливости Буду я наказан, Потому что грешил. Неприятно мне было Отстать от порока. Потому за вожделение Своё утратил я царство И за леность свою Наследовал тьму. В день суда Сделаются видными Мои пороки, Как струпу покроют Они члены мои. Что посеял, То и пожну. Мне оставь Довди мои благи По благости Твоей, А благочестивых Вознагради по правде. Им предостав черток С меня довольны Избыть мучений. Славен будешь ты, Господи, Наш правдой Твоей, Восхвалят Тебя, Благи, За милость Твою Оба мира, Идольний, Игорний. Буду благословлять Тебя, Господи. Придите, Друзья мои, Уподобившиеся мне Грехами, И справимся. Возлюбим покаяние, Чтобы именно им Души свои Пробудить От греха К жизни. Довольно Служили мы Лукавому, Теперь начнем Работать Господу Нашему, Пока отверсты Еще для нас Дверь, Щедрот его. Ибо в одно Мгновение Отовсюду Заключено Будет царство, И готовые Соберутся В царстве, А кто останется Вне, Тот будет Каяться Вечно. Вот дверь Его отверсты Еще пред вами, Грешники. Спешите Входить И спасайтесь, Благие Радуются Окающихся. Пока Для нас Дверь Гроба Еще заключена, А дверь Щедрот Отверсток, Подумаем, Как Уврачевать Язбы Свои. Все благие Не упрекает Грешников Прежних Скверных Грехах, Потому что Не упрекал Он И возвратившегося Блудного Сына. Не осудил Его За непотребную И греховную Жизнь, Но вышел Навстречу К нему С радостью Принял Его И Поставил Его Во В Образец Скающимся. Хвала Тому, Кто Предусмотрел Наше Беззаконие И Дал Нам Средство Приобрести У Него Жизнь, Именно Жидал Покаяние, Которое Врачует Наши Язву. Благодарение Тому, Что По Написанному Вместе С Ангелами Своими Радуется Нашему Обращению, Ибо Ибо Не Хочется Упогиб Созданный По Образу Его Любит Он Человека, Которого Создали Руки Его И Подает Руку Кающимся. Итак, Придите, Братья, Поспешим В Сие Убежище. Кто К нам Так Милостив Господи, Как Ты, Кто Перенес Бы Наше Ожесточение Подобно Тебе, Так Милостиво Прикрывающему Недостатки Наши. Весьма Велико Долготерпение Твое Господи, Неправда Всех Людей Пред Лицом Твоим И Любовь Твоя Терпит Мир И Неправда Его. Несилах Мы Должным Образом Возблагодарить Твою Благость, Потому Что Душу Свою Отдал Ты За Нас На Смерть. Чтобы Даровать Жизнь Мне, Умер Ты, Господи, И 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 Родителя Твоего Приемлет Кающихся. Введи Нас, Господи, Вовчий Дом Твой. Блажен, Кто От всего Отрешившись, Внимает Себе И Дни Свои Проводит В слезах. От Всего Отрешившись, И Непрестанно Возбыхает. Кто Однажды Узнал Путь Креста, Тот В непрестанных Борениях В мире Семь, Чтобы Напоследок Найти Радость И Блаженство. Сердце Мудрых В доме Плаща, Сердце Безумных В доме Веселия. Кристиас 7.5 Кто Любит Мир, Тот В нем Находит Своё Удовольствие. А Для Мудрых, Которые Внимательны К себе Самим, Нет Сердце Их Наполняет Скорбью. И Поскольку Не Предаются Они Смеху И Радости Мира Сего То Застрадания Свои Награждены Будут Райскими Радостями И Блаженством. Горе Тому Кто Туда Пойдет Плакать, Потому Что С плачем Соединён Будет И Скрежет Зубов, Когда Начнет Он Вопиять Вместе Мучения. Вот Братья Мои Яснее Всего Что Человеку Невозможно Радоваться В том И Другом Мире. Кто Радовался Здесь Будет Плакать Там. Несправедливо Было Бы Человеку За Здешние Страдания Труды И Скорь Беседовать Там. Поэтому То Спаситель Наш Изрёк Горе Смеющимся Они Восплачут Горе Насыщающимся Ныне Они Взалчут Но Блажен Кто Сколько Нибудь Времени Плакал Здесь Потому Что Слёзы Его Прекратились Их Уже Нет И Наслаждается Он Неприходящим Блаженством Долго Ли Не Покаешься Ты Бедная Душа Моя Суд Уже Близко Огонь Готов Для Человеков И Для Членов Моих В Море Зол Погрызал Я Все Годы Жизни Моей Не Оплакивая Грехов Своих И Внезапно Налагает На Меня Оковы Смерть Сатана Обольстил Меня И Связав Своими Похотями Увлек В плен Без Жалости Поверг На Землю Увы Что Грехов О Да Не Постыжусь Там Пред Сон Мами Ангелов Трепещи И Смущайся Душа Моя И Умоляя Говори Господу Своему Помилуй Меня Спаситель Мой И Извлеки Меня Погрязшую В Пороках Я Грешница И Стыжусь Умолять Тебя Благодатью Твоей Господи Спаси Меня От Гиенны Вот День Господень Внезапно Возблистает Для Тварей И Праведники Восреть Е Господу Выйду С горящими Светильниками А Я Тьма Нет Елея В моем Светильнике Чтобы Встретить Жениха Когда Придет Он Праведный Судья И Нелесиприятен Грешникам Потому Что Воздаёт Всякому По делам Его Что Ж Буду Делать Я Имею У себя Такое Множество Грехов Кто Оправдает Меня На этом Праведном Суде Трепещит Дух Мой Слыша Что День Суда Близок Смущение Приходят Мысли Мои От Представления Что Нечестивых Ожидает Огонь По Благости Твоей Милосердствующая Огрешниках Помилуй Меня Погибшего И Буду Словословить Тебя Когда Явится Царство Твое Крест Твой Да Сопровождает Меня При этом Страшном Переходе Да Отгонит Твоем Твоем Подкрепит Мою Немощь В Твоем Стране Ужаса Где Не Уважаются Ни Род Ни Знатное Происхождение Ни Богатство Где Брат Не Избавит Брата От Суда И Где Человек Не Даст Никакого Выкупа За нее Понаписанному С юности Не Приготовил Я Себе Крыл Милостынями Не Приобрел Себе Легких Перьев Что Ж Мне Делать Ибо Должен Переправиться Через Огненное Море Как Жить Прилететь Через Него Не Имея У Себя Крыльев Даже Ангелы Содрогаются Когда Вещает Судья И Воинство Огнезрачных Духов Предстоят Стрепетом Как Как Я Дам Ответ Когда Вопросит Меня О Тайных Делах Которые Там Для Всех Будут Обнаружены Двенадцать Ты Которому Благоугодны Кающиеся Благоволи Ко Мне Грешнику Насыть Меня Крутицами С Великой Трапезы Твоей Не Попусти Чтобы Жизнь Моя Погибла Во Тьме Слева И Правда Твоя Да Не Возрит На Гнусные Нечистоты Его Убожества В Великое Утро Твое В Которое Извечен Будет Вечный Приговор Радость Мира Сего Есть Свет Вон Горе Тому Кто Обольщается Ею Как Корабль Волнами Оборевается Жизнь Моя Бедствиями Словедная Радость Пленяет Ее Зрелищем Удовольствия Ты Будь Корем Нашим Изведи Корабль Наш В Призрелищем Удовольствия Введи Корабль Наш Пристань Свою В то Великое Утро Твое В Которое Изречен Будет Вечный Приговор Как Любит Бог Грешника Когда Приступает Он К покаянию И С полными Слезочами Воздыхая И рыдая Взывает Ему Господи Наш Избавь Меня От огня Молю Тебя Прими Слезы Моего Убожества Добровольно Грешил Я Пред Тобою Но Добровольно И Каюсь Смело Приступи Грешник Дверь Уже Отверста Готова Принять Тебя Принеси Ему В жертву Слезы И Приходи К нему Не требует Он Даров И Нелицеприятен Но Милосерд К человеком И Охотно Оставляет Долги Грешникам Тринадцать Оплачьте Наготу Мою Возлюбленные Братья Мои Прогневал Я Христа Порочное Своей Жизнью Как Благи Сотворил Он Меня И Дал Мне Свободу А Я Как Достойный Ненависти Воздал Ему Злом Несистивыми Делами Своими Служителем Святилища Поставил Меня Благи Что Предстояло И През Ним Как Ангел А Я Вероумный Оставил Славное Ангельское Служение Служил Демоном Почему Я Оплакиваю Юность Свою Господь Всячески Сотворил Меня Совершенным И Содел Орудием Славы Своей Чтобы Я Служил Ему И Светил Имя Его А Я Несчастный Содел Слены Свои Орудиями Греха И Творил Имя Неправду Увы Мне Потому Что Будет Он Судить Меня Срамные Дела Мои Предварят Меня На Суде И Будут Обвинять Бедную Мою Душу Неотступно Умоляю Тебя Спаситель Мой Осени Меня Крылами Своими И Не Обнаруживай Сквер Моих На Великом Суде Твоем Чтобы Прославлял Я Благость Твою Злые Дела Какие Сдел Я Пред Господом Всяческих Отлучают Меня Сообщество Святых И Поскольку Жизни Своей Не Служил Я Богу Как Они Твою Не Свои 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 Двух Я Я Погиб Теперь Постигает Меня Горе Чего И Достоин Я А если бы подвязался вместе с ними, то подобно им был бы и прославлен. Но поскольку был я расслаблен и служил похотям, кто и не принадлежу к своему победителю, а стал наследником Гиены. Тебя, пронзенный гвоздями на кресте, победитель, Взывающий грешником, придите, получайте ощущение даром. Тебя неотступно молю, спаситель мой, отврати очи мои от нечести моего. Страданиями же Твоими уврочу язвы мои, что прославлял я благость Твою. Как скоро взор Твой, Господи, всяческих обращается на мглу грехов моих, она исчезает передо мною и беспрепятственно, со всей ревностью начиная ходить путем заповедей Твоих, укрепляясь надеждою на Тебя и освободясь от мрака заблуждений. О, все благи, чья благость безмерно выше неправд мира, упованием на благодать Твою, укрепи бедную душу мою, которая обессилена и в конец истощена тяжкими недугами неправды и греха, и держится только упованием на Тебя, Тебе надеясь найти себе утешение. Огненное море приводит меня в смущение и ужас, и трепещу по причине злых дел, какие совершены мною. Да послужит для меня мостом через то крест Твой, Сын Бога Живого. Да отступит со стыдом гиена пред телом Твоим и кровью Твоею, и да буду спасен щедротами Твоими. Скольби и болезни, какие терпел я здесь, суть предвкушения тамошних нескончаемых страданий и мучений, ибо известно мне, что как здесь страдал я от болезней, так и там грехи мои вернут меня в муки. Ты, Господь всяческих, по милосердию Твоему, будь для меня пристанью спасения и прибежищем помощи, и спаси меня. Умоляю благость Твою, Спаситель мой, отныне излей на меня щедроты Твои, и там поставь меня вдали от части мучимых. Христе, благоволивший стать жертвою за нас, умертви, Господи, грех, которым поражены все члены мои. Снизойди и обитай в членах моих. Как скоро узнает о всем лукавый, сокрушатся зубы его, и огонь гиенский будет утушен Твоим блистанием. А если осмелится и дерзнет он коснуться членов моих, как оскверненных неправдою, то мановением Твоим воспрети ему и окропи меня росой, чтобы выйти мне из этого огня, подобно трем отрокам, которые взывали к Тебе в печи. Лукавый сатана изблевал на меня яд свой, раслил и низложил меня грехом. Но поскольку иду я Твоим путем, а Ты всемогущ, то питает надежду немощь моя, что Ты, презряя его, окажешь мне помощь оставлением грехов и посрамится растлитель мой. Князья злоба ослепили меня страстями своими, и хитрости своей похитили у меня красоту юности моей. Что же мне делать, потому что утратил я чистоту свою? Возопию ко Христу, чтобы возвратил он мне красоту мою, и тогда посрамятся лукавые. Прекрасная и достолебезная юность, братья мои, когда на главе ее сияет славный венец девства. Но если похищена дорогая эта жемчужина, то погибла и надежда, которой хвалится юность. Спаситель мой взывает мне ученику своему, не отчаивайся в своем спасении, потому что я восставляю тебя и отпускаю тебе грехи твои. Мое Ты приобретение, и я не презираю тебя, потому что искупил тебя собственную своею кровью. Поэтому из всех сил взывай, ученик, и не щади гортани своей, ибо Господь Твой милостивый любит кающихся, как скоро возвращаешься Ты, отец Твой предваряет тебя светением своим, заколает тельца упитанного, облекает тебя в светлую ризу и веселится о Тебе. Что было у меня в девстве моем самого высокого и радостного, то уничижил сатана необузданностью нравов моих, и драгоценный камень, блиставший боли и солнце, хитростью взял, обманчивыми своими обольщениями, похитил у меня проклятый, увы, что погублено мною. Первое украшение добродетели – степень девства. А если нога Твоя колебалась на сей степени и не устояла на ней, то еще есть другое украшение – степень святости. А если Ты истинно свят, то вместе с девственниками сподобишься блаженству. Да славословит Тебя, Господи наш, грешная душа моя, потому что дьявол подавил ее грехом, а Ты исцелил. Да прославляют Тебя все чувства и все мысли мои, потому что Ты, Господи, по милости своей очистил и по щедротам благости своей омыл их. Да помолятся о мне бедном сольмы сынов света, потому что прогневал я Бога. А не пусть умилостивить Его, чтобы Господь наш любви их даровал единую душу. А не пусть умолят, чтобы не был я исключен из сообщества их, но вместе с ними мог славословить Его. Ты, Господи наш, зыщи и обрети меня погибшего, ибо Ты на раменах Своих понес утраченную овцу. Призови и меня, Господи, чтобы и я пришел и был сопричтен к стаду Твоему, и сопричислен к овцам Твоим, и воспел Тебе хвалу со всеми кающимися. Ученик, отрекшись, вышел вон. Там нашло его покаяние и сказала, «Куда ты бежишь, Симон, от учителя своего? Где найдешь себе прибежище? В какой стране можешь укрыться?» Когда же Симон сказал в ответ, что отречением своим от Господа своего удалил себя от него и утратил любовь его, тогда покаяние приблизилось к нему и тихо вещало ему, «Смотри, не закосневай во грехах своих, иначе утратишь друга Христа. Уверяю тебя, что если возвратишься, снова примет тебя и обрадуется пришествию Твоему. Пойдем же к нему, и с сокрушением скажем, пастор, взыскующий погибших, взыщи заблудшую и снова обретенную овцу Твою. У тебя открылась греховная язва, если замедлишь, она погубит тебя. Но у тебя есть мудрый врач, покажи ему язву свою, плачь и воздыхай при дверях его, подвигни щедроты его, чтобы уврачевал он». Такими прекрасными мыслями уловляла, воспламеняла и возбуждала его покаяние. Тогда пролил он потоки слез, как дождь во время грома, и горько рыдая, сказал, «Увы, ненавистником стал я Христовым». Христос поставил меня первым между соучениками, дал мне ключи от неба, отверзать его, вязать и решить. И после всего этого отрекся я его, содрогни земля, сколько неправды в злом деле моем. Увы, оставил я того, кому нет другого подобного. Куда пойду, кто примет меня? Ты отверзи мне дверь свою, о, прекраснейший, и я войду, увижу тебя, и через тебя получу снова жизнь. Сколько нужно времени, чтобы достаточно оплакать мне самого себя? Что сделалось со мною? Вчера был я апостолом, а сегодня стал вероломным. Вчера поставлен домоправителем, а сегодня стал отступником чужим в доме. Кто обращует меня немощно,